Так, первый вопрос Если все будут лежать на диване И получать проценты с МММ То кто будет работать? Понимаете Сейчас ситуация Я уже писал про это на сайте Но не все понимают Сейчас ситуация Экономического рабства То есть В мире по сути тот же самый Рабоплогический строй Что и тысячи лет налад Только вузы теперь экономические То есть Есть хозяева Это те кто печатает деньги Эти совершенно ничем не обеспеченные бумажки И есть рабы Те кто работает Задайте себе вопрос На кого вы работаете? Вот говорят Надо работать честно На кого вы работаете честно? Честно вы работаете на то Чтоб Абрамович себе Шестую яхту купил А потом К концу жизни Чтоб вас вышвырнули С нищенской пенсии На прозевание То есть Вот такая нынешняя ситуация Для начала Нужно покончить С этим рабством То есть Это выгодно Вот эта ситуация Она очень выгодна Так сказать Хозяевам В том смысле Что люди За вами днями работая Не имея возможности Ни о чем думать И думая только о том О хлебе насущном Так сказать Они легко управляемы Зависимые И прочее И прочее Для начала Нужно покончить С этой ситуацией Потом уже дальше Двигаться То есть Для начала Нужно с рабством Покончить А все эти опасения Кто будет работать Вот знаете Наверное тысячи лет назад Рабам говорили Тоже когда-то Рабство рушилось Вот это вот В чистом виде Наверное тоже Те же опасения были Что если рабов освободить Кто же будет работать То же самое Когда там Крепостное управо В России рушилось Что если крепостных Не будет То кто же работать Будет работать Будет просто другой мир По другому Будет все организовано Как видите Мир не рухнул От того что Рабов не освободили Крепостное управо Разрушили Так же и здесь будет Вообще Вообще Это психология Даже удивительная Психология Уже настолько Вот в людей Въелась Это рабская психология Что сами же Рабы удивляются Что не надо Нас освобождать А то тоже Работать-то будет Понимаете Вот оно что Вот в чем ужас Что у вас Кроме работы Ничего нет То есть То что у вас Будет больше Время свободного Сейчас вы вынуждены Большинство людей Заниматься Нелюбимым Совершенно делом Просто для того Чтобы существовать Это вас не нравится Ситуация Что Вы сможете Заниматься Тем Чем вам нравится И семье Больше времени Уделять Не нравится Ну Дело ваше Ладно Вы хотите Победить Долларовую пирамиду Но Ведь за ней Стоит Самая большая В мире Армия США Как вы Собираетесь С ней сражаться Причем Здесь армия США Это как вирус Или микро Или там Я не знаю Бактерии Ну как с ними Армия против нее Бессильна Эта система Она всепроникающая Против нее Бессильна Армия США Все Участники Армии США Солдаты Тоже будут Членами системы Нет узловых Болевых точек В системе То есть Тут долго Объясняют Часов надо Объяснять Вы Зайдите На сайт Наверное Он всем известен Сергей Черчик Мавроди Точка Ком И все Прочтете Нет болевых точек Нет узлов Нечего уничтожать Никакими армиями Вы собираетесь Разрушить Мировую Экономику А что Вы предлагаете Взамен Нее Чем Пирамида МММ Лучше Пирамида Доллара Пирамида Доллара Создан Людьми Кучкой людей Так сказать Это долгая история Ну Сейчас про это Много пишут Поэтому нет смысла Здесь повторяться Для своего собственного блага Вы видите Что вокруг творится Что Уже До такой степени Все докатило Что Все абсолютно Начинают прозревать И понимать Что что-то не так В мире Что он плохо устроен Так что Чем плоха Пирамида Доллара Это ясно Далее Еще раз говорю Нет смысла Здесь на этом Останавливаться Чем Пирамида МММ Будет лучше Пирамида Доллара Ну вот Сойдите опять-таки На сайт Почитайте Письма Участников Кто выигрывает В пирамиде МММ Прежде всего Самые малоимущие Слои В тольготы Опять-таки У меня Пирамиде В МММ Только малоимущим Не каким-то там Богатым На самом Социально Незачищенным То есть Она ориентирована На самых Незачищенных Людей Поэтому Естественно Она заведомо Лучше По крайней мере На начальном этапе Что будет дальше Вы увидите Как-то По калипсисе Проговорили Семь граммов Я хотел записывать Но она сказал Не записывать Там как-то На память Цитирую Примерно так То есть Некоторые вещи Нельзя преждевременно Говорить Все увидите Чем она лучше А пока На сайт Зайдите Посмотрите Убедите С нами Письма там Пишут Нищие Умирающие Из голода Пенсионеры Инвалидные И поймете Чем она лучше Сергей Пенделевич Почему у вашего сайта Такой Психоделичный Или как он там Это слово Такого Не знаю Дизайна Ну я не знаю Какой он там Психоделичный Ну сделали Программисты И сделали Отличный дизайн Мне кажется Единственное У него недостаток Долго грузится Вообще говорят Надо этот Менее психоделичным Сделать Я чувствую Потому что С такой психоделичностью Мы далеко не уедем Что-то там грузится Сейчас По мере того Как там быстро растет Пресечаемость Проблема становится Серьезной У многих Кто знакомится С вашими планами По переустройству Мировой экономики Возникает ощущение Что вы хотите Построить коммунизм Во всем мире Так ли это Честно говоря Я уже не помню Что такое коммунизм Это Что вы вкладываете В это понятие Вряд ли то именно Что написано Там в Капитале Или где Наверное Вы имеете ввиду Что я хочу Чтобы все были Довольны жизнью Ну сейчас Я не употребляю Слово Это так Да По крайней мере Вот сейчас Я повторяю Ситуация Что Есть в мире нищие Она уже неестественна Поскольку Ресурсов Общества Современного Вполне достаточно Чтобы нищих не было То есть Можно Вполне Как бы Вот сейчас Планка Основной массы Населения Скажем Вот такая Вполне Можно поднять Вот так Ну я говорю Так вот Что всем Понятно было То есть По крайней мере Что все люди Жили нормально Были сыты И довольны Это уже На современном уровне Развития Общества Цивилизации Вполне можно достичь Просто сейчас Это никакая Это не нужно Хозяевам Опять-таки По той причине Что Если у человека Достаточно средств Он достаточно образован Достаточно умен То он Начинает задавать вопросы Им труднее управлять Поэтому При нынешнем Устройстве Мира Такая Никто там Поднимать эту Планку Не собирается То есть Под всякими Предлогами Хотя Поднять ее Вполне Можно Так что Если в этом Смысле Коммунизм То Можно и так Сказать Не будет Не будет Проблем С выводом Большой суммы Денег И системы Не надо По законодательству Выплачивать налоги Как вообще В законодательстве Обстоять дело С переводом Миллионов рублей Между частными лицами Выплачивайте налоги А что Прочь Здоровье Подстроить Начальник налоговой полиции Или там Инспекции Себе ищут Там Яхту какую-нибудь Чем плохо Так что Я не против Платить Честно Если серьезно Это не мои проблемы Это проблемы Тех Кто будет получать Большие деньги Что мне тут вообще Еще этим Заботиться Как вы будете Большие деньги Вводить Ну сами решайте Как вам удобнее Ходите Разбивайте Сейчас там уже Выводится Достаточно Крупная сумма Пока вроде Никакого проблем нет Там всякие Пенсионеры Выводят Там по миллиону Ну рублей Пока На доллар Еще дело Не дошло Ничего Вроде Но опять-таки Все это Чисто технически Как там Обстоит В законодательстве Переводы Между частными лицами По-моему Переводим Здоровье Какие проблемы Вопрос там Что могут потом С налогием Пристать Самое худшее Что Может быть Заставят заплатить Эти налоги У нас в стране Налоги платить Никому не хочется По той причине Что все понимают Что эти налоги Пойдут в карман Всем этим Налогособирателям Что они Не пойдут На пользу Общества Вот в чем ужас Ну тем не менее Я не призываю Не платить налоги Дело ваше Платите А то я сейчас скажу Что я тут еще Призываю К неповиновению Властям Не надо Так что если В случае развала Пирамиды Тот член Десятки Который не успел Забрать выигрыш Подаст в судно Десятник А тот Подаст всех Участников Которым платили Выигрыши За счет Проигравшего Я уже забыл Вы планируете Как-то закрепить Ситуацию В правилах Чтобы участники В случае чего Не пересудились И не передрались Господи Снявши голову По волосам Не плачут Если Будет развал Пирамиды Хотя я не представляю Как такое Можно быть Не будет его А то сейчас Я решат Что я там говорю Что если будет Значит будет Его не будет Но если Гипотетически Предложить То там Не до судов Будет Там будет Вообще Атомный взрыв Уже сейчас Полтора миллиона Больше собственно Уже сейчас Если там Что-то случится А случится Может только Если наши Эти Власти Так называемые Ну я не знаю Что сделаем Даже Я не могу Представить Что они могут Сделать Ну естественно Что-то со мной Больше тут Ничего не поможет Короче Все будет хорошо Ходят слухи Что у вас двойник А сами вы Вообще В другой стране Живете Можете ли вы Это подтвердить Или опровергнуть Да Я двойник И живу В другой стране На Луне Подтверждаю И опровергаю Одновременно Вы говорите Что вся правда Об МММ-94 Написана В вашей книге Пирамидам Но как я понял Прочитав книгу Там есть Некоторые отличия От реальности Скажем Ваша жена Вроде бы Как в реальности Неумирана В отличие от книги Можете прояснить Что в книге Правда Что выдумка Ну книга Это все-таки Поэтому там Есть элемент Билетристики есть Я это все время говорил Но передан дух Там В отличие от фильма Там передан дух Там вот фильм На самом деле Вот говорят Что он там хороший Всем нравится Многим И сам так и не смотрел Честно говоря Ну а там Все эти какие-то У меня какая-то Война там С какими-то олигархами Я не знаю С кем Да не было у меня У меня война Враг у меня был Система Я на личности Не разменивался У меня не было Никаких там Врагов И олигархов Единственное Что с олигархами было Это в книге описано Что мне сказали Охранники У меня охрана Была из группы И их же друзья Охранили Естественно Олигархов всех Потому что Олигархов тоже Была из группы Альфа Ну и в один Прекрасный день Мне сказали Что Вот эти Мои охранники Что им передали Их друзья Которые охраняли Этих олигархов Что был какой-то Слет шабаш Этих олигархов На котором они решали Что делать с ММН И всем охранникам Было предложено Покинуть Эту Комнату То есть они там Какие-то Поганки А потом Заворачивались Собирались Против меня Ну потому что Банки-то разорялись Все деньги В ММН Не слим Вот это Единственное Что про олигархов После чего Там я сказал Таким самым Там я уже не помню Я уже запутался Там В общем Я не обратил Внимание На этот Я был уверен Что это бред Поскольку Все эти сборища Так серьезные дела Не делаются Болтали И разошлись Так что То есть Меня это Ни в коей мере Не обеспокоило Все эти лекархи Вот это Единственное Было Вот по такому уровню У меня была война Вообще Что можно Вот можно От того Что Собрались там Это все Все они Все они Причем Что делать С МММ Я на это Вообще Не отреагировал Никаких последствий Это не имел Так что Она представлена В книге Что Это принижение Образа На самом деле Это вообще Представим Что если Телефрон Это законная Кинематография Что должен быть У героя Должен быть Такого же масштаба Враг Не было у него Такого же масштаба Врагов И в принципе Не могло быть Врагов Была система Никакие спецслужбы Спецслужбы Все в стране Тусовались Наблюдали Чем все это Кончится Все эти ФСБ Да плевать Она не хотел Они все Наблюдали страны И ждали Чем все это Кончится Дадут им Команду ФАС Ну ФАС В смысле Арестовывать А сами Они там Вообще И близкими Приходили Естественно Потому что Война была На совершенно Другом На государственном уровне Про эти Уж там Какие-то Там еще Бандиты Да какие бандиты Короче Вот почитайте Книгу Там описано Дух Происходящего Так В одном из интервью Вы сказали Что вы Мессия Это серьезно Или нет Можно ли Подробнее В ваших отношениях С Богом И дьяволом Если вы собираетесь Устроить апокалипсис Выходит Вы сатана Вы там Прямо такой Религиозный человек Вас это так волнует Сатана Или не сатана Мессия В том смысле Человек Который изменит мир Не в религиозном смысле Мессия То есть я Потому что Мессия Там есть Какой-то Чисто Религиозный Контекст Но Этот смысл Я не вкладывал Я имел ввиду Что Предвестник Нового Не предвестник А собственно Творец Нового С Богом И дьяволом Мои отношения Хорошие мои с ними отношения Не волнуйтесь Насчет сатаны Могу сказать следующее Люцифер В переводе с латинского Означает Несущий свет Что вы собираете Что вы вкладываете В понятие финансового апокалипсиса Каким образом вы собираетесь Устроить Для начала Будет Этап первый МММ охватит весь мир Это достаточно быстро Произойдет МММ-доллар Станет Мировой валютой Это первый этап А дальше вы увидите Между прочим За счет мировой валюты Вот никому не приходит в голову Что следовало бы сделать Ну если бы Это чисто теоретически Сейчас уже все Финансовый апокалипсис запущен А вообще Вот Небольшая предыстория Вот раньше было золото Ну как валюта Вот чем оно собственно лучше Мы никогда не думали Чем оно лучше И чем его принципиальные отличия От бумажных денег А в том Что его нельзя изготовить Что нельзя напечатать До золота Ну вот сколько есть У государства золота Все Что ты не делай Ты его Если ты не алхимик И не обладаешь Там Эликсиром этим То ты его Все Вот Что не делай Сколько тебе есть Только есть А бумажные деньги Они искушение Что их можно печатать Но проблема здесь в другом Ну поскольку Вот сейчас бы Следовало Вот говорить Надо перейти на Мировой На золотой стандарт Это не реально По целому ряду причин Но никто не понимает Чем здесь суть Это предложение То есть Надо бы перейти Это имеется ввиду На какую-то валюту Которую нельзя печатать Ну золото Что угодно Но это неудобно Там по целому Ряду причин А вообще Альтернатива этого Другая Следовало бы Ввести единую Мировую валюту Отобрать у штатов Привилегию Печатать деньги То есть Чтобы деньги печатались Например Только вот решением Какого-нибудь совета Вот какие же сейчас Лига нации Там не Лига нации ООН Там Совет безопасности ООН собирается Вот так же Какой-нибудь Совет безопасности Собирался бы Принимал решение Отпечатание денег Была бы Единая мировая валюта Сейчас Что получилось Вот Когда возникли Бумажные деньги В результате этого Там Они начали Между собой Конкурировать Потому что Вполне естественно Разных стран Победил На данный момент Ну там Фунт был Одно время Там Лидирующий В конечном итоге На данный момент Победил доллар Вытеснил всех Чем это плохо Плохо Это тем Что это валюта Одной страны Которая Заняла Главенствующие Положение Все равно Там какая-то Страна Победила всех В войнах И захватила Там Оккупировала То же самое Только в финансовом смысле Это валюта Страны Одной США Естественно Совершенно Иначе Быть не может В принципе Как бы они Там и прикрывались И не говорили Что общих интересах Естественно Так и должно быть Что их власти Действуют в интересах Собственного народа Собственной страны Поэтому на остальной мир По большому счету Ну если не плевать Ну по крайней мере Интерес собственного народа Для них гораздо выше Это и правильно Так и должно быть Что для Собственной страны Интерес собственной страны Собственного народа Для правительства Превыше всего Но получается Что они там Вот Все эти негативные моменты Которые всем известны Дуют весь мир Паразитируют И прочее И прочее Вот это Следовало бы устранить Введя Единую мировую валюту На эти счета Не пойдут Естественно Никогда Поэтому это нереально Но вообще В принципе Вот это выход был бы Почему-то он Никем не озвучивается Вот и чего Все эти экономисты Финансисты Глупы Ну вот Никем же это не озвучивалось Никогда вообще Хотя выход очевидный Совершенно Ну вот Как в Европе же Ввели Но она Чем плохо Почему евро Проваливался по сути Потому что она вынуждена Конкурировать с долларом А конкурировать она с долларом Оказалась не в состоянии Там еще есть Юань Ну и так далее А если была Единая мировая валюта Это бы радикально Решило Все проблемы Все эти безудержные Печатания Печаталось бы только Решением Конечно Это тоже не особо Хороший Компромисс Но это единственный Реальный Разумный выход Естественно У каждой страны Свои интересы Они между собой Страны В одной Китая Там есть Америка У них у всех Свои интересы Но как-то они находят Компромисс Ну так же Как и в этой В политике Находят же Посовещаются Позавещаются Потом Совет Безопасности Что-то там Вносит Но это принимается Всеми Кому-то не очень нравится Кому-то очень Но это единственный Путь А как иначе Вот как бы Свободные страны Они между собой Договариваются И делают Вот ввести бы Единую валюту Но так как На это рассчитывать Не приходится То приходится Самому всем заниматься Черт бы себе Побрал Так ладно Так Вы хотите разрушить Что там дальше Вы хотите разрушить Существующую Финансовую систему Чем она по-вашему Несправедлива Да всем Чем она по-вашему Я вообще в предыдущих вопросах Уже ответил Чем она Несправедлива То есть Так говоря Рабы и хозяева Вы В рабстве живете Понимаете Не знали об этом Ну знаете теперь Ну плюс еще Этот доллар Который Как я только что объяснял Это валюта одной страны Значит по определению Это на Интересы этой страны Превыше всего и получаются Что совершенно Ни в какие ворота Уже не веет Собираетесь ли вы Скупать на деньги МММ Какие-нибудь активы Заниматься инвестициями Нет Ни в коем случае Ни при каких обстоятельствах Это классическая ошибка При построении пирамиды Скупать активы И заниматься инвестициями В результате Какие могут быть инвестиции Что может быть Выгоднее пирамиды Какие инвестиции Это безумие Что естественно Все деньги должны Быть под рукой И на случай паники Предположим Это направлен на то Чтобы ее погасить Если они будут куда-то вложены То может оказаться ситуация Что вот начинается паника Скажем Меня арестовывают Вполне возможно Что начнется паника Если денег достаточно Ее можно будет погасить А если денег нет Они все вложены Очень удачно То все Все рухнет И все эти активы сгорят Это мы наблюдаем Кстати сплошь и рядом Так что Нет Ничего я не собираюсь Скупать Боже упаси Предусмотрели Предусмотрели ли вы План действий На случай непредвиденных ситуаций В частности Всех волнует Что будет в случае Вашего физического устранения Что вы думаете о том Чтобы укрепить систему Таким образом Чтобы она стала Действительно непотопляемой Но надо отдавать себе отчет Что в случае Много физического устранения Все рухнет Увы Но это так То есть Надеяться на то Что Все останется Понимаете Тут как царство Какого-нибудь Александра Македонского Но все же Вот осталось Вот он умер Но все осталось Налаженной структуры Что собственно изменилось Ничего же Но все рухнуло Все распалось Там диадохи Почему Потому что Прежде всего Главная причина Ну помимо того Что Даже вот Можно все отладить Довести до такого уровня Чтобы там полностью Она была Легкоуправляемой Но главная причина Нет авторитета Но человека С должным авторитетом Который бы смог Встать во главе Там немедленно Начнется драка За власть Это одна из причин К сожалению Это так Не говоря уже О проблемах Паники Что тоже У всех Участников Конечно Будет Состояние Ну поставьте себе На место участника Вот представьте себе Ситуацию реально Завтра объявляю Что я убит Ну Я не буду убить Поэтому я об этом говорю Спокойно У меня говорят Хорошее отношение Там И там Я знаю Что этого не будет Но представьте себе Ситуацию На секунду Вот именно это Ну как Что тут Вот вы участник Ваши действия Естественно Сразу забрать деньги И посмотреть Что будет дальше Потому что Ясно Что сейчас Тут непонятно Что вообще начнется К сожалению Вот Реалии таковы Но Могу сказать следующее Что Мое физическое устранение Крайне Маловероятно Почему Ну во первых Власти недооценивают Ситуацию Опасность И будут Недооценивать До конца Они воспринимают Меня Как какого-то Там Я не знаю Смани Величия Там Фантазера Я не знаю Какие слова Там еще выбрать Не воспринимают Это все всерьез Все эти мои заявления Апокалипсис Какой-то Поэтому Они Эту Я не буду Так Дооценивать До конца К тому же Они слушают Мнение экспертов Которые Им говорят Что все рухнет Завтра Послезавтра Так что Наверняка Так оно и будет Практически Но некогда им Заниматься Бюджет Перед надо Такими глупостями Все равно Сегодня-завтра Все рухнет Само собой И вообще Это все Проблема И заниматься Тем более Сейчас очень крайне Удачная ситуация С выборами Они Прохлопали Начальный момент Когда Только все начиналось Тогда вот Если бы меня Там посадили Сам начальник Никто бы не заметил Решили бы Что Ну Посадили Этого жулика Туда ему и дорога Так ему и надо Теперь уже Когда все разогналось Сажать меня Крайне сложно Все Не все уже поняли Что Все это приносит Благо людям В нынешней ситуации Там все Плюс Еще Вот я говорю Очень удачно Сейчас выборы То есть Сажать меня Во время выборов Это вообще То есть Это Ну Рейтинг Это Единой России Все укропи Вообще рухнет В тратараре Понятно Что он рисуется Но тем не менее С этим считается Плюс еще президентский выбор То есть подряд Прямо все это идет Все это крайне удачно Так что Плюс вообще Еще один момент Чрезвычайно интересный Ну говоря Апокалипсис Человеческая бессилия У нас в стране Семь партий Или сколько там Шесть что ли У нас в свое время Была партия Народного капитала Так вот Каким оно Немыслимым Волшебством И чудом При нее забыли Ее не закрыли Ее закрыли Только В июне этого года То есть На самом деле Вот говорили На шесть партий А у нас их было семь Еще партия Народного капитала И наверняка Ее закрыли Я сейчас еще документы Не видел Но наверняка Так как ее закрыли В тропях С нарушением Всего и вся Так что Скорее всего Ее еще можно будет Открыть Представляете Тут реально То есть Забыли просто Понятие Народного капитала Помимо вот этих Всех этих Как их там Называть Единая Россия Так что Сейчас я еще В выборах Поучаствую Плюс еще Может президенты Будут выдвигаться Ну если попросят Вкладчики То есть конечно У меня там Никто не даст Стать президентом Естественно Выборов у нас Вообще же нет Сами знаете Ну и неважно Это не суть Главное что Если я буду Зарегистрирован Как кандидат То Совсем уже Меня сажать Сложно Значит физическое устранение Как вот это Технически осуществить На самом деле Непросто Я вот вообще Сидел Со всеми этими Киллерами Это же все Надо представить Как там Естественное что-то Ну самоубийство Ну Не поверит никто Ну чего там Я самоубийство Я вот Довольный жизнью Выступаю Чуть ли не каждый день Ну с какого Ситати Я вам все время Говорю Еще раз повторяю Что я свержен У меня никаких Стрессов Депрессии Нет и не бывает Ну Нужно что-нибудь Другое А что другое Какой-нибудь Фладчик Меня сумасшедший Убил Ну это Бред полный Что он 17 лет сидел Там А вдруг Решился Да и к тому Сейчас выплаты Пошли всем Наоборот Вообще Что мне убивать Раньше надо было Поэтому Достаточно Разговорю Главная проблема Что все Переругаются Вот еще Проблема Сейчас Связующее звено Стержень всего Это я Мой в третьей Так сказать Как лидера Если он Исчезнет Все распадется На звень Все переругаются Между собой Начнутся трактовки Ну Увы Наверное так Но Вряд ли это произойдет Еще раз повторяю Так Вы говорили Что перамида Только первая часть Вашего плана Не могли бы вы Немного приоткрыть Завесу тайны И поведать нам Автавой Нет Не мог бы Завесу тайны Нельзя приоткрывать Знаете Как у Зиды Было покрывало За которое Даже богам Запрещено было Заглядывать Так что Не надо любопытство Проявлять ненужное Все увидите В свое время Когда я начну показывать Вы тоже вместе Со всеми прочим Увидите Не призевайте Не волнуйтесь Как обстоят дела С англоязычными участниками Почему им не рекомендуется Держать деньги На счету Десятки Нормально обстоят Почему не рекомендуется Это по просьбе Этого самого Начальника Иностранного отдела Он говорит что У них там очень строгие Налоговые сети органы И если у человека Большие суммы На счету К нему Начинаются Сразу вопросы Поэтому Именно в этом Причины Других нет Ну так как я все Эти нюансы Не особо знаю То я собственно Этому не противился У меня все это Спросило С разрешением Какая разница Ну пусть держат На личных счетах Не принципиально Во сколько лет Вы лишились Держственности Господи От этого зависит Как будет И мы можем развиваться Держственности Я лишился Если кто-нибудь Из политиков Партии Четыре взгляды Вы разделяете Какое государственное Устройство Вы считаете идеальным Я знаете Не знаю Взглядов политиков По-моему Какие у них там взгляды Этих политиков У нас вообще нет Никаких политиков У нас есть люди Которые Оказались у кормушки Есть люди Которым места Не досталось там Поэтому они вынуждены Быть в оппозиции Придумывать там Какие-то партии Взгляды Взгляд у них один Тоже дорваться И тоже начать Перебюджет Вот их единственный взгляд Смотрите на этого Белых что ли Или как его там Я их плохо знаю Был таким прям врагом Там тандема Или как Кого там Сделал Потом задали ему Кинули ему кость Сделали губернатору Стал как Шелков И так все они Поманил его Копальщикам Все прибегут Со всеми их Все свои взгляды Сразу пошлют Все свои партии Только допустите Вот не пускают Но места на всех Не хватает Какое государственное устройство Вы считаете идеальным Когда всем людям хорошо Гражданам Когда Государство Для граждан А не граждане Для государства Как у нас Как вам пришла в голову Идея создания ММ-2011 В своих интервью После освобождения Из тюрьмы Вы говорили Что не собирались Заниматься пирамидами Почему изменили решение Ну и как пришла в голову Идея Я уже объяснял Сто раз Сидела По этой самой Не подпаленной В смысле Под яблони И упало яблоко По темечку И идея и пришла Как они Они же так только Идея приходит Что не собирался Да не собирался Но Пришлось Больше некому К сожалению Других кандидатов Не наблюдается Гражданский долг Как это невысперно звучит Что Я могу помочь людям Значит я должен это делать А что По-моему Вполне нормально Это мои сограждане Соотечественники Не должен Что-то всех так удивляет Все думают Что только кроме как денег Бабла срубить Других мотивов быть не может Потому что Наверное по себе судят Так Сергей Пентилеевич На сайте вывешены курсы Давтра следующего года Планируете ли вы Отклоняться От заявленного курса В зависимости от экономической ситуации Например Случай Дефолт США Что значит планируете Ну будет что-то меняться Будем изменять Ну пока там Нет необходимости Никакой Там вывешены Не до августа Следующего года Вообще-то А вывешены на год вперед Наверное Писалось в августе Поэтому был до августа Там посмотрите Каждый день Продлевается Ну не день Не каждый день По вторникам Четвергам Изменение курса И там соответственно Надеюсь сдвигается Если будет там Какой-нибудь Экономический катаклизм В мире Будем Отклоняться От заявленного курса Что у нас Курс вообще Возьмем там И изменим Короче говоря Что бы ни происходило Никакие дефолты Нам не страшны Пофигу Они на все В случае чего Сделаю там Рост курса Не в 60% А в 100 Если там доллар Будет падать Короче Не переживайте Все это нас не касается Все эти дефолты Это у них там Пусть дефолты происходят Вы рассказывали Что во время Времена Своего подъема Проблемы с женщинами Вы решили просто Деньгами А теперь Когда у вас нет денег Как вы решаете Этот вопрос Это что Забоченно что Какие-то люди пишут Как это Говорка Кто про что Шлуди И все про баню Че Не дают что ли никто Не переживайте Дадут Сколько По вашим прогнозам Просуществует МММ 2011 Да Апокалипсис По моим прогнозам Потом будет Новая Реальность Будет ли В 2012 году Апокалипсис По вашему Не знаю Успеем ли мы Вложиться В 2012 году Или все таки Еще немножко Все как сыр Масли кататься Будут Посмотрим Сколько вы сами Вложили в МММ 2011 А ваши знакомые Друзья Родственники Сам я ничего не вложил У меня денег нет Вложил бы Ты что вкладывать У меня же все отнимают 300 вы эти Гады Знакомые друзья Родственники У меня отсутствуют Так что Этой проблемой У меня не стоит Планируют Считываются ли МММ-доллары Больше чем 60% Прибыли В месяц Уточняю Вам что мало Вам мало 60% в месяц Учитывая еще Бонусы Получается Не 60% А вообще дофига Нет Не планируется Еще снижу За такие вопросы Знал бы Кто вы Что за участник Снизил бы еще За это За такую За жадность С формулировкой За жадность Сколько сейчас Активных пользователей Пирамиды И сколько денег В силу системе Уже больше Полутора миллиона Насчет денег Коммерческая тена Незачем Дразнить гусей Сколько ежедневно Поступает И отдается денег Пока Цифры называть Незачем Но могу сказать Следующее Что пока Идет чистый плюс На удивление Совершенно В том смысле Что вот В МММ 94 И в Азжи В Стоку В Джинерейшн Там чередовалось Все таки были Вторник и четверг Были минусовые Всегда Дни изменения курса Они были Традиционно Отрицательные А понедельник Скажем среда Положительные Ну и пятница Положительные Но в меньшей степени И там был Просто Недельный Баланс Положительный Но Вот сейчас Положительный Каждый день Это просто Удивительно То есть Такая система Развивается Очень быстро И все дни Положительные Даже вторник и четверг Это просто На удивление Сергей Петеревич Группа анонимов Занимается аналогично Ничем там аналогично Это хакеры Какие-то Они всячески Борются С существующей системой Может стоить Объединить Усилия По-моему Хакер Как я могу С ними Объединить Усилия Даже себе Не представляю И вообще Я не сторонник Объединения Усилий Я все Один Сделал Какой был Максимальный Зафиксированный Выигрыш В МММ 2011 По-моему Сотка Сто тысяч Баксов Доллар Зафиксированный Сейчас уже Больше есть Но Они просили Не афишировать Это Какая разница Просили Не афишировать Ну там Уже За десятки Тысяч Долларов Они рядовые Выигрыши Даже Вот они В письмах О выигрыши Почитайте Там Счастливые Пенсионеры Пишут Которые Никогда Больше Я не знаю Чего Пятерки В руках Не держали Или трешки За всю Свою жизнь Работая На наше Родное Государство Расскажите Что такое Перезагрузка Системы И как Она будет Осуществляться Не будет Никакой Перезагрузки Чего Я не знаю Перезагрузка Была В 1994 Году Когда Властям Удалось Спровоцировать Панику Как Она Происходила На самом деле Что было В 1994 Говорят Что пирамида Рухнула Это все Вранье Во-первых То есть Власти Спровоцировали Панику Но это Был еще Не конец Когда Я увидел Что паника Действительно Уже Приобрела Масштабы Такие Что остановить Ее не удастся Я просто Опустил Цены Опять В 127 Раз Они тогда В 127 Раз Выросли И сказал Граждане Вы видите Что эти уроды Устроили Спровоцировали Панику Но ничего Страшного Паника Там Для губительных Для любой Финансовой Структуры Тут уже Ничего Не поделаешь Но ничего Страшного Сейчас опускают Цены Но зато Темпы роста Увеличиваю В 2 раза Будет расти Не в 2 раза В месяц А в 4 И до этой Цены За 127 Раз Они тут За полгода Добежали А при таких Темпах Они за 3 месяца Добегут Совершенно Очевидно Что мне это Удастся Что я все Это сделал Не имея Ни средств Ни ресурсов Сейчас у меня Ресурсы Структура Создана Совершенно ясно Что это сделано Так что Покупайте снова И все эти толпы Выстроились Которые стояли На покупку Выстроились На продажу Выстроились Опять на покупку И вот когда Власть увидели Что она ничего Не берет Терминатор Уничтожимый Ничего не помогает Вот тогда Меня уже арестовали Может такая Была перезагрузка Ну Я абсолютно Уверен Что в В МММ 2001 Никакой перезагрузки Не будет То есть Совершенно Это уж просто Вот я рассказываю Как было в 1994 Годах Планируется ли Изменение Темпов роста МММ долларов В какую сторону Нет Не планируется Ни в какую сторону Зачем Как вы относитесь К наркотикам Употребляли Когда-нибудь Нет Не употреблял Я и спиртной Не употребляю Хотя употреблял В детстве Не в детстве Ну Не в юности Там на работе Употреблял Причем В больших количествах Но мне как-то Во-первых Мне это не нравится Во-вторых У меня там Тяжелейшие похмелья И короче Употреблял Поупотреблял Я и завязал Без всяких К тому причин Просто Надоело В том смысле Что ну Совершенно Мне это Как-то Поэтому Не употребляю Вообще спиртной Даже пиво Не пью То есть Мне это состояние Вот это Опьянение Оно Не нравится Так Скажите пожалуйста Том И не курил Кстати Никогда не курил Даже в детстве Вот пить пил А курить нет Как я отношусь к наркотикам Дальше в первую часть вопроса Ну если такой глобальный вопрос Как я отношусь Наверное Ну зло это там Плохо это Молодежь там И так далее Ну я как-то Честно говоря Этой проблемой Она как-то Абсолютно Никогда не интересовала Скажите пожалуйста О том Когда система Замкнется И чем это будет Заключаться Замкнется Охватит весь мир Поэтому Будет заключаться После этого Она станет Абсолютно устойчивой В том смысле Что Вот говорят Что она замкнется То есть Охватит весь мир Тут она и рухнет Не тут то было Она станет Абсолютно устойчивой Потому что все деньги будут именно в системе Если вы, например, забрали оттуда миллиард, купили дворец То продавец этого дворца, он тоже в системе И сразу же этот миллиард назад и вернет Вот такой замкнутый систем Пример замкнутой системы, американский доллар Каркает, каркает, а он проклятый не рушится и не рухнет Так что вот так, но это будет только первая часть А потом я перейду ко второй Про вторую часть пока говорить преждевременно Все увидите Ладно, все, на все вопросы я ответил Так что все Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok